Садоводческих, огороднических и дачных и коммерческих объединений и ассоциаций союзов садоводческих, огороднических, дачных и некоммерческих объединений. Первое. Садоводческие, огороднические, дачные и некоммерческие ассоциации таких объединений правят открывать свои представительства на территории Российской Федерации. Представительства могут открываться при организации, которая производит или продает посадочные материалы сельскохозяйственных культур, удобрения средства защиты сельскохозяйственных культур от родителей и болезней, строительные материалы, сельскохозяйственные техники, инвертарь, сельскохозяйственные и иную продукцию. Первое. Представительство садового, огороднического или дачного некоммерческого объединения, либо ассоциацией таких объединений является обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, либо ассоциации таких объединений, представляющие их интересы и осуществляющие их защиту. 3. Представительство садоводства, огороднического или дачного некоммерческого объединения, либо ассоциации таких объединений, не является юридическим лицом, наделяется имуществом, создавших его садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, либо ассоциации таких объединений, и действует на основании утвержденного таким объединением, либо ассоциации с союзом положения. Имущество указанного представительства находится в его оперативном управлении, учитывается на отдельном балансе создавших его садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединений, либо ассоциации таких объединений. Представительство садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединений, Либо ассоциации таких объединений осуществляют деятельность от имени создавших его объединений, либо ассоциации таких объединений ответственность за деятельность представительства несут, создавшие его садоводческие, огороднические или дачные коммерческие объединения. Либо ассоциацией таких объединений. Рукавильный водитель представительства назначается садоводческим, огородническим или дачным коммерческим объединениям, либо ассоциацией таких объединений действует на основании доверенности, выданной таким объединением или ассоциацией. Так, ну вот я вот тачным, некоммерческим пошло и поеду. Ну ты дай-ка краткую аббревиатуру и скажи, в дальнейшем называется так-то, СНТ. И все, чтобы это как-то читалось нормально. Ну я вот начинаю с этого, дурь какая-то, честное слово. Вот эти вот Макаровы сидят, вот это вот, что это потом читать невозможно даже. Дачные, некоммерческие, суперкоммерческие пошло и... Так, статья 1. Фонды взаимного кредитования и фонды проката. Садоводы, огородники и дачники вправе создавать фонды взаимного кредитования. Фонды проката, иные фонды в порядке, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации. 2. Фонды взаимного кредитования создаются в целях предоставления кредита на возведение, ремонт жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений, сооружений, благоустройства, садовых, огороднических, дачных участков. Кредиты выделяются только учредителям фонда взаимного кредитования. Фонд взаимного кредитования осуществляет свою деятельность на основе устава, утвержденного учредителем. Устав фонда взаимного кредитования, помимо сведений, указанных в статье 52.18.118 Гражданского кодекса Российской Федерации, должен содержать сведения о сумме взносов учредительности. Сведения о объеме кредитования. Порядок и очередность предоставления кредита. Правила ведения кассовых операций. Перечень должностных лиц уполномоченных вести кассовые операции. Порядок и контроль за соблюдением кассовой дисциплины ответственность за нарушение. Порядок ревизии фондов взаимного кредитования. Сведения о банках, в которых хранятся наличные деньги фонда взаимного кредитования. Три фонда проката создаются садоводами, огородниками и дачниками в целях обеспечения учредителей садоводческих, огороднических и дачных и коммерческих объединений с современными средствами производства, применяемыми при возведении, ремонте, строении жилых домов, хозяйственных строений, сооружений, благоустройстве, обработке садовых, огороднических, дачных и земельных участков. Фонд проекта осуществляет свою деятельность на основе устава утвержденного учредителя. Устав фонда проката, помимо сведений, указанных в статье 52 и 18 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержать сведения о сумме целевых взносов учредителей. Перечень средств производства приобретаемых для фонда проката. Порядок предоставления садоводам и огородникам и дачными средствами производства для временного пользования. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы фонда проката. Перечень средств. Перечень средств. Перечень средств. Продолжение следует...